Земная жизнь связана с проверкой, испытаниями, несчастьями. Некоторые из испытаний, с которыми сталкиваемся в жизни, причиняют немало мучений, будь то болезнь, предательство, искушение, утрата любимого человека, стихийные бедствия или другое потрясение. Страдания и печаль являются частью нашего земного существования. Многие задаются вопросом, почему мы должны сталкиваться с трудными испытаниями. Мы знаем, что одна из причин, чтобы подвергнуть нашу веру проверке, чтобы узнать, станем ли мы исполнять все, что Господь повелит нам. К счастью, в земной жизни нам дано все необходимое, чтобы встречать и преодолевать эти испытания. Но эти трудности нужны не только для того, чтобы испытать нас. Они играют критически важную роль, помогая нам стать причастниками божеского естества. Если мы справляемся со страданиями надлежащим образом, они освещаются нам на пользу. Старейшина Орсен Уитни сказал, «Ни одна боль, которую мы переносим, ни одно испытание, которое мы переживаем, не пропадает зря. Все, что мы переживаем, все, что мы переносим, особенно когда мы переносим это с терпением, создает наш характер, очищает наши сердца, расширяет наши души и делает нас более мягкими и милосердными. Именно благодаря скорби и страданию, тяжкому труду и несчастьям мы обретаем опыт, для получения которого пришли сюда». Конец цитаты. Недавно одному девятилетнему мальчику поставили диагноз «редкая форма рака костей». Доктор объяснил диагнозы лечения, включавшие месяцы химиотерапии и серьезную операцию. Он сказал, что для мальчика и его близких это время будет очень сложным. Но затем добавил, мне задают вопрос, останусь ли я самим собой, когда все это закончится. И я отвечаю им, нет, ты станешь другим, ты будешь намного сильнее, ты станешь незаурядным. Время от времени может казаться, что наше испытание сосредоточено на тех сферах нашей жизни и нашей души, с которыми, кажется, нам хуже всего удается справиться. Поскольку личный рост есть желательные результаты этих трудностей, нас не должно удивлять, что испытания носят глубоко личный характер. Они как будто по лазерному прицелу наводятся на наши конкретные потребности или слабости. И никто не свободен от них. Тем более те святые, которые стремятся делать, что верно. Некоторые послушные святые могут спросить, «Почему я? Я стараюсь быть праведным. Почему Господь допускает такое со мной?» Горнило страдания помогает очиститься даже лучшим из святых, сжигая все плохое в их жизни и оставляя чистое золото. Даже самую богатую руду нужно очищать, чтобы удалить примеси. Просто быть хорошим недостаточно. Мы хотим стать подобными Спасителю, который учился, перенося боль и страдания и искушения всякого рода. Один из моих любимых прогулочных маршрутов – это тропа Кримсон Трейл в каньоне Логан. Главная часть пути извивается по хребту высоких известняковых утесов. С него открываются великолепные виды на каньон и лежащую внизу долину. Однако подняться на вершину утеса нелегко. Нужно почти все время взбираться наверх, а перед самой вершиной приходится преодолевать самую крутую часть тропы. И виды каньона скрыты за утесами. Последняя часть пути стоит напряжение всех сил, потому что виды, которые открываются с вершины, просто захватывают дух. Но единственный способ увидеть все это – это завершить подъем. Модель, действующая в священных писаниях и в жизни, показывает, что самые мрачные, самые опасные испытания не раз непосредственно предшествовали удивительным событиям и потрясающему взлету. После многих несчастья и последует благословение. Дети Израилева ощутили себя в ловушке, стоя на берегу Красного моря, прежде чем его воды были раздвинуты. Нефий столкнулся с опасностью, гневом своих братьев и множеством неудач, прежде чем ему удалось добыть медные листы. Джозефа Смита окутала злая сила, настолько мощная, что, казалось, он был обречен на внезапную гибель. И когда он был почти готов отчаяться, он возвал к Богу, и в ту же минуту его посетили отец и сын. Часто, приближаясь к крещению, интересующиеся сталкиваются с противостоянием и несчастьями. Матери знают, что чуду рождения предшествуют родовые муки. Раз за разом мы видим, как изумительные благословения по пятам следуют за великими испытаниями. Когда моей бабушке было лет 19, она тяжело заболела. Позднее она рассказывала, что я не могла ходить. Моя левая нога распухла, совсем была не в форме после нескольких месяцев постельного режима. Кости были мягкими, как губка, и касаясь ступнями пола, я ощущала, словно разряды тока. Пока она была прикована к постели, в самый разгар страданий, она получила и изучала брошюры, изданные Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Позже она обратилась в веру и крестилась. Часто определенные испытания помогают нам подготовиться к тому, что жизненно важно. Находясь в самой гуще проблем, почти невозможно увидеть, что грядущие благословения намного привешивают боль, унижение или душевную муку, какие мы можем испытывать в тот момент. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него доставляют мирный плод праведности. Апостол Павел учил, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Интересно, что здесь Павел использует выражение «легкое страдание». И это говорит человек, которого много раз били, закидывали камнями, который потерпел кораблекрушение, побывал в тюрьме и перенес множество других испытаний. Не думаю, что многие из нас могут назвать страдания легкими. Все же, по сравнению с благословениями и ростом, которые мы в конечном счете получаем в этой жизни и вечности, наши несчастья действительно легкие. Мы не ищем проверок испытаний несчастья. Наши личные странствия по жизни предоставят их нам ровно столько, сколько нужно. Многие испытания составляют естественную часть нашего смертного существования, но они играют исключительно важную роль в нашем совершенствовании. Когда земное служение Спасителя подходило к концу, Он перенес самые сложные испытания за всю историю человечества. Невероятные страдания в Гефсиманском саду и на Голгофе. Это предшествовало исполненному славы воскресенью и обещанию, что когда-нибудь со всеми нашими страданиями будет покончено. Его страдание стало необходимостью, предшествовавшей опустошению могилы в пасхальное утро и нашему грядущему бессмертию и вечной жизни. Иногда нам хочется вырасти, не испытав сложности. не в том, чтобы не обижаться на события, помогающие нам становиться причастниками Божественного естества. Ни одно из испытаний и несчастья, с которыми мы сталкиваемся, не превышает наших сил, потому что у нас есть доступ к помощи Господа. Мы способны на все. Мы способны на все в укрепляющем нас Христе. Восстановившись после серьезных проблем со здоровьем, старейшина Роберт Хейлс поделился таким опытом на Генеральной конференции. Несколько раз я уверял Господа, что уже усвоил все отведенные мне уроки и что мне вовсе не обязательно претерпевать новые страдания. Но, как видно, эти просьбы были пустыми, ибо мне было ясно дано понять, этот очистительный процесс испытания должен продлиться столько, сколько угодно Господу, и таким образом, как будет угодно Ему. Я уяснил, что мне не придется переносить эти испытания и беды в одиночку, что ангелы-хранители позаботятся обо мне. Иногда в роли приближенных ангелов выступали врачи, медсестры, и особенно моя дорогая спутница Мэри. А иногда, когда того желал Господь, и когда я особенно в этом нуждался, меня посещали соном и небесным, принося с собой утешение и заверение, простирающиеся в вечность. Конец цитаты. Наш Небесный Отец любит нас, и мы знаем, что всякий, уповающий на Бога, получит помощь в своих испытаниях, тревогах и страданиях и вознесется в последний день. Когда-нибудь, когда мы окажемся по другую сторону завесы, нам не просто захочется услышать, «Ну вот и все». Нет, мы хотим, чтобы Господь сказал нам «Хорошо, добрый и верный раб». Я очень люблю такие слова Павла. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Нет. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Я знаю, что Бог жив и что Его Сын Иисус Христос жив. Я также знаю, что благодаря их помощи мы можем все преодолеть, сталкиваясь с испытаниями этой жизни. Мы можем стать подобными им. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok